всем приветики 3 января у меня колю сейчас забрала скоро в больнице я их приезд снимала сейчас вам расскажу немножко и потом покажу значит у коли с вечера какая-то ну занемелась была в руке ну такое бывает поэтому мы особо мне передали этому значение ночью он проснулся опять стал жаловаться на то что у него рука в 3 часа ночи он проснулся плохо подымается я почитала перечитала вроде на инсульт не похоже потому что инсультом и лицо отнимается ну короче есть еще другие признаки это больше было связано как бы по тем потому что я начитала со спиной но он уснул я хотела сначала вызвать скорую испугала сильно конечно да хотела вызвать скорую но он уснул думаю ладно полежим еще может быть ничего страшного все пройдет проснулись мы все с утра по будильнику по коли на моему на работу мне на работу проснулись он говорит не что-то не то и давай вызвать скорую вызвала скорую скорая приехала вот и в итоге коля уехал на этой скорой вот я сам сюда вставлю смотрите потому что парализовала не инсульта нет узнать но тоже мягко сказать мол привет а как она немела они менее как иголочками кого ничего не вчера вечером как-то ничего просто почувствовал вот так ничего не болело не шея не спина не стрелял то есть вот при поворотах шея не стрелял то есть вот при ничего так хорошо вечером ну спать лёг я чуть под голову эту руку раз она упала с вечера часиков 8 то есть вы поняли что она как-то слабее да 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 и только рука ну и лег спать все замечательно проснулся в три часа ночи он проснулся мне разбудило чуть с рукой нету я давай в интернете читать вот в три часа ночи куда я уснул все спросился по будильнику на работу уже это как рулить буду вот здесь да 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 вот что здесь а что вы чувствуете ну вы нажимаете как боль вот трогает вот здесь вот вот здесь чувствуется вот здесь чуть повыше где-то да 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 а вчера здесь боли него не было не было я вижу вот так вот да 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 что да да вот когда я так делаю больно да 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 чушь с этой стороны больнее с левой с левой ложитесь сейчас диаграмму слева вот смотрите на здесь коль все прочитали ну вот что там интернатепис остеохондрол шейного отдела позвоночника называется так называемый лишь не лежите синдром выпадения когда болит шея и вот этот нерв плечо-лопаточный короче нейропатия в руке потому что для инсульта для нарушения именно мозгового правообразия мозги это все зона такая нога рука рука язык ногам лицом а вот то что слабость в руке она сначала вроде как небольшая то есть вот я все спрашиваю про мурашки могут бегать мурашки по руке какие-то покалывания но мы это дело игнорируем и не замечаем а потом раз и рука вот так вот повисает вот это есть монопореза вообще как бы она проходит она проходит это просто надо лечить надо врача мы сейчас поедем такое бывает с ногами когда я спрашиваю болела ли что тут получается ему шею трогаю него прям по ходу этой с ногами или с руками без разницы совсем ведь мало приятно когда нам ты просыпаешься ногами чувствуешь так что вот так вот колю забрали ему на работу вот эти вот ключи сейчас отвезу не знаю куда буду ехать на работу завезу или оставлю на проходной скоро созвониться с теми с кем он работает потому что ключи только у него выдавать там такелаж надо и все прочее надо все это дело открывать поэтому вот так вот я собираюсь поеду отвезу ключи поеду тоже на работу я к вам вернула сейчас позвонил коля ключи говорит можешь не везти он позвонил на работу технологу сказал что там разберутся все там нормально поэтому потихоньку буду собираться уже не торопясь на работу а то уже хотела ускоряться потому что коли на работа и моя работа в разных местах на улице тишина и морозяк она на минус 23 что ли градусов здесь коли обычно ставил свою машину а сейчас здесь вот такая вот гора снега и куда ставил поставил на новый год я уже говорила рядом со мной на место моего соседа это не он стоит нет это под жеро интересно уехали на праздник или куда-то он поставил свою машину короче все места были заняты на новый год и одна дырочка была там где ставить мой сосед вот который исправился который со мной здоровается и поэтому коля хотел потом перегнать машину на следующий на следующий день было тоже некуда перегонять и в итоге коли на машину стоит рядом с моей надо вот сегодня приеду с работы видите снега сколько наварила ужас два снеговичка вот коли на машина вот моя сейчас буду чистить вот приеду с работы если будет место коли но отсюда конечно отгоню потому что к этому соседу я отношусь хорошо вот к этому нет ох начистил начистил не здоровается со мной гляньте сколько обалдеть это он вычистил вам не видно высота наверно сантиметров 40 снега открыла машину гляньте какой слой ужас вот вот этот слой это все снег надо мне сейчас будет счищать с вашими у снег почистила даже малеха покидала лопатой вокруг своей машины колину не трогала сил не хватило уморылась короче говоря до 3 января а на эстакаде вообще ни одной живой души вообще не знаю кто то будет у него работать или нет хотя время нет 9 но если бы даже работали наверно уже бы подползал кто-нибудь или одна лена сегодня вышла на работу со всей домостроительной ну что привет работа ничего не изменилось с прошлого года как все было так и осталось коле еще не звонила я не думаю что он позвонит быстро пока в одну больницу там на мрт будут делать потом другую больницу короче я так поняла его немножко покатают пообследуют и мне кажется его все таки оставят на госпитализацию потому что врач сказала нужны будут капельницы уколы а это все делать будут больницы ладно буду ждать звонка и потом вам все конечно расскажу оба на я на танке по снегу рулю ну что какие последние новости я уже отработала 1 рабочий день в этом году вот я уже отработала коля звонил пару раз вот положили его вернее нет сначала вывозили то ли в областную то ли в городскую сделали ему там мрт потом перевезли все в рыбу это кто знает мурманчане знают наша мурманская больница которые многие я в том числе терпеть не могут ну там уже как повезет все зависит хороший врач нехорошие то есть зависит от везения так считаю в этой севрыбе некоторые хвалят обою как нравится все хорошо но очень много негативных отзывов просто очень много переезд вот и что позвонил он один раз потом второй раз позвонил сказал что его положили в терапию я рюте кормили нет не кормили а время уже обед чего-нибудь делали ничего не делали пришел говорит врач сказал ничего страшного все пройдет я вообще не поняла что за все пройдет для того чтобы все прошло надо что-то делать какие-то капельницы лекарства давать но не знаю еще праздники я помню когда я попала с перелома ноги на праздники на новогодние каникулы я лежала до 11 числа по моему ли до 10 пока все врачи не вышли и тогда меня прооперировали вот отремонтировали мою лапку также наверное с колей там уже дежурный врач какой то есть самого такого там главного лечащего по его вот этой вот болезни возможно его и нету ладно посмотрим не будем заранее ругать больницу врачей но на медицину конечно как как надежда не очень большая и что сейчас приеду почищу колину машину а кстати его спросила нет сейчас не знаю что рассказывать это или другое ладно сейчас приеду почищу колину машину так ты куда едешь эй пропускай меня вот почищу колину машину перегоню если место будет свободное и значит коля мне такое рассказывает лена я тут сходил в киоск и купил зубную пасту купил щетку регуля а ты не пытался смотреть что эти положила в пакете я ему положила расческу зубную пасту щетку полотенца спортивные штаны ну спортивные штаны были сверху он видимо их взял вот а дальше он не стал копаться что там у него внизу лежит ну это это не коль это убыток какой-то исходи еще расческу кубе пускай две будет вот и что еще сегодня поедут за дуняшкой на своей вот этой школе м-school вот в школе на неделю пока каникулы школа это платная по моему стоит за неделю 7000 но там очень хорошо там с ними занимаются там их возят там их развивают в конце возможно будет и концерт какой-то если я смогу то я поеду я уже два по моему разу снимала эти концерты когда дуняшка была маленькая совсем и вот по моему в том году или летом но кто видел кто знает мой канал тот видел как она выступала и другие детки тоже так вот пропускать нельзя поэтому я ее сегодня после этой школы заберу а завтра к 12 только ей туда везти и и поэтому у меня она побудет хотя бы ночку поночует она соскучилась вот и я тоже заскучилась это во-первых а потом закончится каникулы уже она ко мне попадет не скоро все кто молодец я молодец почистила колину машину вот она стоит посерединке вот почистила машину сверху уже не стала сбрасывать вот так в основном все обмела стекло почистила дворники оторвала не приклеились аккуратненько все сделала дверь водительская была примороженная примерзла залезала через пассажирскую потом через внутря открывала все пускай тут стоит здесь вместо как бы не сказать что ночью там общая но привет давай 5 пол квартиры и чашку взяла зачем-то это тебя новая такая это имидж в шапке сидеть да да а спать как тоже сапки будешь нет спать без шапки будешь спать или в шапке вот что за час к тихо ты зачем чашку такую тяжеленную с собой таскать как будто у меня у меня часик нету или в этой вскоре часик нету это что-то новое новое 1 вот это новое это тоже новое для губ которая увлажняющий крем сияние ты уже нанося сияешь а прям на все 100 дуня сказать за спросила диколи в больнице ухты реки носочки но она расспросила в чем дело и потом что ты сказала жалко колю но зато место кровати будет больше и потом она продолжила что как говорила бабушка света надо во всем искать позитив ухты ухты так наверное что-то мне надо у тебя ликвидировать даже не думай например вот это это кто тебе подарил кто тебе подарил это я сперла у еще я у аня сакуру сперла ну аня ты в курсе что ты сперла нет это жопу конечно не кричи не кричи моё любимое подожди дай понюхаю вот эту штуку сегодня и теперь моя моё счастье вот это вот что такое покажи мне сейчас так это не подарил а это увлажнитель увлажнитель так он маленький возле кровати ставит то что он такой красивый такой еще переливается цветами вообще обалденный вот смотри сейчас она и боком становится до 7 шапку заканчивается шапку сними шапку не но она опять пол квартиры приволокла ко мне но и расческу ладно расческа согласна может быть школе там почесаться твиксы как у меня еще подарок от лорика для тебя имеется имеется так ключи глаза не чтобы не забыть как дуня тут и зачем все это сейчас выложила на стол кому надо негэ мне она не надо вот этого соли заначка от жены почитай заначка жены да реально реально это я съем ладно а меня зовут поля так то смотри подарок от лорика зачем зачем тебе волк берез эти кирка куда она все равно на целиком рвется открывай не бойся мне один подарит нет солнце лет она как там крепится стану вот когда ты короче мне какой выбрать вот это забирай нет ничего нет 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 не дам не дашь жадина говядина да жадина говядина дальше смотри дальше смотри зрачка я знаю блогера который так говорит постоянно ну типа здесь нет еды мармеладки хочу мармеладки елена райт вам да потому что помогите как я пыталась помочь а ты меня вырвала с рук не надо помощи не надо как не надо помогите это терапия по волке а это разукрашивать ничего себе у меня есть же карандаши хочешь здесь поразукрашивать дома да и смотри сколько у тебя чупиков у меня теперь есть завал зрач я жду суп потом я пошла за ножком да он влезет не влезет сейчас сначала пою супу а потом подумаешь ну так я тебе шоку все все грею грею короче говоря все ужасные новости я сейчас звонил Андрей прям две беды в один день на то что с Колей это еще не беда такая чтобы с Настей вообще непонятно что короче она ехала по Ленингурск к маме вот и слетела с трассы Андрей позвонил ей на телефон она уже к этому времени должна была приехать позвонил на телефон взял следователь сказал что она попала в аварию машина слетела с трассы Настю увезли в больницу куда он не знает у него только телефон и он расследует это дело сейчас Андрей и Настина мама будут пытаться выяснять где она что с ней потому что пока ничего непонятно это так ужасно я просто не могу я очень надеюсь что с ней ничего серьезного включаясь уже поздний вечер я уже столько слез вытокала Дуняшка у меня я не могу ничего поделать может быть хорошо что она у меня я немножко отвлекаюсь на нее сейчас рассказывает уже ничего не могу просто у меня голова сломнет Андрей плачет мама плачет Настю подошли она в мурманске в областной больнице в нейронхирургии у нее тяжелейшая учребно-пусковая травма аж несколько часов идет операция никаких новостей сегодня будет у всех очень тяжелая ночь но мы можем только одно молиться за то чтобы с Настей было все хорошо и она поправилась аж